Автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Киосаки посоветовал инвесторам вкладываться в золото и серебро, а также в биткоин, прежде чем ФРС США начнет снижать процентные ставки. По его прогнозам, в ближайшее время цены на биткоины, золото и серебро ждет взрывной рост. Об этом он написал в соцсети X. Цены на биткоины, золото и серебро вот-вот взорвутся, заявил Роберт Киосаки. По его словам, на рынке будет много проигравших, когда денежно-кредитная политика ФРС развернется и регулятор снизит процентные ставки. Участники рынка начнут продавать облигации США, которые Киосаки назвал фальшивыми активами, и переметнутся в реальные активы, такие как недвижимость, золото, серебро и биткоины. Те, у кого есть золото, серебро и биткоины, станут богаче, а остальные понесут большие убытки, считает Роберт Киосаки. По мнению автора книги, сейчас нет особого смысла обсуждать, во что лучше вкладываться, в золото или в биткоин. Это похоже на то, как люди обсуждали бы, какая машина лучше, Феррари или Ламборджини, в то время как они ездят на автобусе. Те, кто владеет золотом, серебром и биткоинами, станут богаче и смогут позволить себе Феррари или Ламборджини, в то время как остальным останется только говорить себе «Мне действительно не нравятся ни Феррари, ни Ламборджини». Это называется разговор неудачника. «Пожалуйста, не будьте неудачником», — написал Роберт Киосаки. ФРС уже больше года удерживает процентные ставки на максимуме с начала 2001 года. Сейчас они находятся на уровне 5,25-5,5%. Сейчас рынки оценивают вероятность снижения процентной ставки США на 25 базисных пунктов по итогам заседания ФРС 18 сентября в 41%, а вероятность снижения на 50 базисных пунктов в 59%. На прошлой неделе цены на золото выросли до рекордного уровня в ожидании скорого снижения ставок ФРС США, а также на фоне сохранения геополитической напряженности. Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже недавно впервые в истории превысила отметку 2600 долларов за унцию. За последние 12 месяцев цены на золото и серебро выросли примерно на 33%. По словам автора Бессиллера «Богатый папа, бедный папа», американские рынки акций, облигаций и недвижимости могут рухнуть. Америка разорена и инвесторам стоит вложиться в защитные активы, пока на рынках не начался обвал. По мнению Киосаки, современный антикризисный портфель должен состоять на 75% из золота, серебра и биткоинов и на 25% из акций нефтяных компаний и недвижимости. «Такая структура, возможно, и позволит вам пережить величайшую катастрофу в мировой истории», – написал он. Согласны ли с Робертом Киосаки, ведущие экономические эксперты мира? Конечно же нет. Но читателям Бессиллера «Богатый папа, бедный папа» его идеи нравятся. Рауф Нассиров специально для CBC. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова